хаю хай фитнесеры это канал веселая наука играем в рыбалку 4 как всегда мы собираемся с одной задачей половить рыбку поговорить рассказывать рыболовные истории но перед тем как я расскажу задачу нашей рыбалки на сегодня и в общем основную задачу фильма давайте я похвастаюсь что мы за это время поймали так ну давайте 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 изучать значит статистика статистика ну во-первых до 31 уровня нас нам осталось вы видите 216 и посмотрите что мы поймали осетра балтийского сейчас я вам покажу и палео обыкновенную трофейный ю так ну давайте трофеи где куда нажимать трофеи где трофеи ищем трофеев ищем трофеев нам нужно найти для начала для начала что же мы поймали давайте палео обыкновенную трофейную посмотрите какую мы поймали 177 тысяч опыта вот это серьезная рыбка видите да в общем 545 вошли в какие-то там рекорды в общем вот такую рыбку мы поймали это произошло вот на этой локации на которой мы будем сегодня ловить это трофейная рыбка ведь трофей в общем 68 сантиметров далее что мы поймали еще интересное ну это вообще был шедевр сражались бегали прыгали в общем сейчас сейчас я вам покажу еще рыбку который мы поймали так и где же у нас это рыбка рыбка она не трофейная но очень серьезная сейчас мы покажем сейчас я как всегда пролистываю да что ж такое то это не таймень помните мы таймень ловили да не налим значит не поле осетр а где у нас осетр почему нет осетра во блин а куда у нас делся осетр странно странно почему-то осетра здесь нету у нас а по факту по факту если мы посмотрим вот если мы посмотрим значит нашу статистику да мы поймали осетра вы видите осетр балтийский осетр балтийский но не может быть чтобы у нас его не было ну подождите а еще раз смотрим ищем может быть что-то заглючила чем у нас он нет странно котором есть так лосось есть почему-то мы его не можем показать а вот он вот она сетр балтийский посмотреть какого сетра мы поймали почти на 24 килограмма представлять вот такое лицо вылезла из воды вот поймали здесь вы видите на ладожском архипелаге где-то день мы ну понятно день с точки зрения ну игрового дня бегали за этим осетром в общем 24 килограмма победили его и так сегодня задача давайте на сегодня какая у нас задача на сегодня на сегодня перейти на 23 уровне уровень у нас остается обратите внимание на какой 23 на 31 уровень нас 30 31 уровень в общем у нас остается набрать 216 тысяч очков ну надеюсь это у нас получится в общем мы на точке на локации обратите внимание где мы и поймали а почему так куда мы куда мы смотрим вот сюда подожди вот сюда будем смотреть а значит где мы и поймали полею на 5 килограмм до трофейную будем ловить навыки как всегда в общем надо покушать почему я не спешу потому что мы с вами знаем что здесь полея начинает клевать ну где-то с утра поэтому остается у нас буквально там час-полтора и по факту мы можем начинать ловить естественно будем стараться еще раз перейти на 31 уровень еще раз покажу значит что у нас с вами в статистике 216 тысяч опыта это много поэтому не знаю сколько мы на локации будем по факту у меня есть билеты на три дня что по погоде здесь ребят сразу скажу нужно ловить на хорошей погоде без дождика без серьезного ветра и мы видим как раз три дня ветер 313331 то есть то что требуется в общем можно ловить потому что если есть сильный ветер то соответственно нас разворачивает постоянно уносит с точки это ну как бы мешают поле и так ну что давайте забрасывать потихонечку пока у нас приманки опустится пока у нас соответственно мы расставим две удочки ловить мы будем на две удочки и в общем я думаю рыбка может быть и подойдет значит первая удочка у нас вот вы видите так заброс вторая удочка у нас ультралайт заброс ловим на редмен на редмен значит сейчас я вам скажу на что будем ловить веки так редмена сейчас сейчас вам скажу значит редмен насти ворм 45001 насти ворм 45001 сама специфика кто не смотрел наши фильмы опускается приманка на дно и начинается вот смотрим пока здесь крутится вы видите да катушечка опускается в общем мы ждем пока катушечка опустится и будем пилкерить пилкерить ну не знаю правильно название неправильное название в общем сейчас посмотрите так здесь опускается катушечка вращается здесь опускается катушечка вращается в общем как только катушечка посмотрите остановится мы ее закроем и будем вот ведь касание дна видите нажимаем остановить катушку и поехали вот это называется пил кирилл их ну не знаю как это еще по-другому может называется это не принципиально касание 1 есть опять поднимаем на старту об рыбка есть сразу рыбка есть уже приставить рано но что-то рано наверное окуни об нет рыбка хорошая это либо судачок но скорее всего это поля если так рано она пришла то это очень хорошо представлять половину четвертого утра поле уже появилась это очень круто не зря мы значит кинули ну давайте смотреть давайте смотреть кто это у нас не этот большой окунь 916 грамм вот как я уже сказал так бросаем значит что мы тут подмотка полная окушок у нас закрыли катушку да и соответственно тоже самое продолжаем еще раз это у нас с вами ультралайт он дает плюс 50 уже копту это очень хорошо и на локации уже стоит окунь это плохо это плохо ну не знаю может быть трофейного окуня об рыбка есть это опять и кушок сто процентов да видите маленький в общем на локации стоит окунь значит он нас с вами замучает но что делать пусть будет и окунь если он будет клевать параллельно спали ну такова жизнь до окунь практически не стоит ничего о припус рипус ну незачетный давайте его отпустим пусть он соответственно плывет бабушки в дедушки приведет так что у нас здесь значит веки червь опускается по факту поймали две рыбки одну зачетную одну незачетный отпустили одно в общем будем давать незачет наверно отпускать катушечка да все дошла одна и мы с вами пил кирим можно вот делать вот такие до двойные можно просто опускать можно ответь касание дна опять подняли приманку главное чтобы кушок не стоял все-таки на локации потому что натягать окуня тратить на него времени хотелось бы так здесь катушка продолжает опускаться еще раз наша задача набрать опыта там 200 с чем-то тысяч это можно только спустя или с помощью конечно поимки полей это кряжевая поле это простая поля лудужина или какая там сейчас посмотрим если будет попадаться на окуни мы будем ну не знаю наверно недели две тут стоять чтобы 200 тысяч поймать но это не получится так все у нас светает у нас уже половина пятого теоретически теоретически поле уже может подойти на локацию но это не точно ребят но это не точно так будет ли нас носить знает об этом только нептун пока мы стоим вроде бы правильно и как я уже сказал наша задачка поймать все таки хорошую палею вот если сейчас поймать опять еще раз трофейную поле то мы уже очень быстро бы переместились так закрыт у нас катушка открыто закрыто иногда я забываю открыто катушка закрыта ну как бы забываешь иногда где где что мотается где мотается катушка где еще не мотается в общем рыбалочка такая знаете спокойная переходишь с одной удочки на другую но пока на данный момент вот все что у нас есть для меня это самый большой фарм с точки зрения опыта пока вот единственное место где приносит ну каждый раз вот если два дня вы сидите на рыбалке 200 там может быть и 300 тысяч опыта представляете то есть по факту рыбка есть посмотрим что это об это поле ребят это поле скорее всего но это не точно но скорее всего она скорее всего она эту . у нас стоит все нормально в общем это поле об а чё она так среагировала так ну посмотрим либо это окунь большой либо это простенькая поле видите ну скорее все это поле подошла она уже время 5 часов до 6 час теоретически это может быть поле до поле поле обыкновенная хорошие вы видите фотка пока не будем 20 еще прекрасно прекрасно кидаем хотя можно опускать улан денежки тоже нужны переходим на вторую снасть поле пришла значит готовимся готовимся поймать ее и вот на ультралайт ультралайт даст нам если вот эту же поле поймать то уже будет на 50 процентов больше опыта посмотрим может быть какую-то если будет крупную поле и может быть отпустить и она нам как раз даст побольше опыта можно в принципе если мы пришли сюда за опытом то по факту можно и как бы так опускаем 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 так пока опускается мы с вами пил кирим пил кирим на ультралайт но поле об есть рыбка давайте смотреть ну это кушок окунь окунь жаль 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 окунь тратит наше время тратить наш приманку и и соответственно портит я сегодня уже два в эти червя червя выкинул но они уже практически убиты а это на лимчик но незачетный на лимчик но такой вот на лимчик посмотрите ну отпустим давайте пусть идет потратил наше время но там какой какие-то очки опыта принес понятно там копеечный но тогда давайте пил кире вот здесь так касание дна есть пока 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 все что мы набрали ребят этого 194 тысячи нам остается об рыбка есть давайте посмотрим может быть все таки поле да это поле ребят хорошая ну такая же килограмм очка на полтора но поле а раз поле это хороший опыт будем закрывать на эту очки все спокойно да спокойно видите поле на этой стороне почему стоит на ту сторону не приходит так хорошо это хорошо так поднимаем ее она лим 3 килограммовый зачетный думал поле но посмотреть хороших как поймать на лима может мы назовем как поймать на лима ну давайте вот так вот его сфоткаем давайте сфоткаем если что или назовем как поймать на лим так садочка его опускаем не очень конечно нам ловить на лима почему потому что как я уже сказал опыта мало а наша задача все-таки набрать уже там 190 сколько там осталось у нас опыта на лим наверно не способен столько приносить опыта так ну-ка откроем катушку все закрываем катушку все про продолжаем пил кирить так пока вот ладожский архипелаг он как раз в приоритете с точки зрения крупности рыбы с точки зрения вот как раз эффективности фарма все остальные там интересно локация интересные рыбки но чтобы вот получать и денег и фарма ну ребята это пока только вот эта локация наверное в будущем 34 уровень это конечно норвежское море все остальное это так мне кажется так игр и игрище просто но понятно что есть еще там удочки есть там донки там понятно я имею ввиду с точки зрения спиннинга но оп рыбка есть что за рыбка ну не знаю либо маленькая поле но скорее всего просто крупненький окушок крупненький окунь ну что делать хорошо жалко что не поле окунюк либо маленький налим если налим здесь стоит то может быть конечно налимчик маленький незачетный ага ага гадал отпускаем 1000 опыта но хорошо ты чё фото тоже неплохо поле почему-то с утреца пока еще полноценно не подошла какая-то одна залетная вы видите было потому что обычно когда поле ну там не знаю стайна на рыбине стайн она подходит сразу на две удочки клюет и на эту удочку клюет поле и на соответственно другую клюет поле а это видно какая-то одна залетника и мимо там шла наверное каким-то образом она вот на ту удочку попался ультралайт ваших о трофей окунь вы видите в чате это говорит о том что мы можем сегодня тоже трофейного окушка и поймать если поймаем трофейного окушка то по факту можно фильм назвать и как поймать трофейного окуня вот ребята уже вытащили мы тут на этой локации трофейных окуней но не знаю на три поймали может четыре уже я уже даже сбился счету так здесь катушечка вращается катушечка вращается до пока опускается почему-то подозрительно молчит ультралайт печально печалька одну поле мы все поймали хотя уже на локации 18 минут ну понятно что мы наверное ловим то меньше минут 8 наверное до этого я рассказывал да пока что-то спали тихо но мы с вами знаем это русская рыбалка 4 вот так вот бывает бывает иногда радует пока погода хорошая говорю несколько раз попадался здесь в ужасную погоду мучился а лодка здесь очень дорогая поэтому все вот эти манипуляции с билетами они очень дорогие и по факту выезжать еще раз если тут какие-то шторма если тут ветер это а с точки зрения поле и вот мы с точки зрения веке это абсолютно бесполезно ну еще раз вы не сможете управлять леска это куда-то улетает все это значит лодку вашу разворачивает в общем бесполезно это вот может быть там троллить не знаю спиннинг кидать может быть еще как-то можно но веке полностью отключается с точки зрения на какой-то логичной ловли до навыки вы видите здесь все-таки подразумевать что вы стоять на одном месте кидаете вниз дергаете вот это представить волна вас накрывает раз разворачивает каждые пять секунд не пойми где ваш приманка куда ее относится в общем либо нужны тяжелые какие-то да наверное отгруженные крючки но начинаешь использовать тяжело отгруженные крючки на них вообще ничего не клюет очень понятно понятно что понятно что ничего не понятно хотя еще раз вот сейчас по идее ну клевать должно клевать должно а у нас пока тихо тем более подозрительно подозрительно молчит ультралайт вообще ультралайт вообще молчит оп рыбка есть я видите на главное жаловаться но окунек маленький окушочек дам жалко опять окунек незачетный так смотрим о плещ вот это да вот это да это вообще неожиданно откуда лечь попался вот это серьезно ну ладно кидаем первый раз я поймал тут леща конечно скорость подмотки давайте на максимум так хорошо леща поймали вот это что-то новое скорость будем приезжать за лещом ребят то есть не за веке они не запали а леща ловить навыки посолить оба будет интересно сейчас трофея леща взять первый раз я вообще вижу что лечь клюет на ну логично на червя если клюет он увидит этого червя может быть и клюют но хорошо об рынка есть исход и у даже нас написано вагон сход ну а бы обычное явление навыки но обычно где-то начинается сход хотя бы сутки когда отловишь начинается периодический сход бывает до 3 до 4 сходов на на день но так рано сход никогда не начинался так рано никогда не начинался сход это печалька 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 так об рыбка есть но опять маленькая да опять окунек или лещ может быть лещ подошел ну давайте смотреть что это у нас тут такое но чтоб маленькая незачетная так что-то маленькая и незачетная окунек ну зачетный но маленький но хорошо так тут у нас закрыты опять проверяю тоже забываешь уже где ты закрыл катушку где-то открыл ночью еще раз радует погодка радует что мы на этой локации закрыли трофейную трофейную поле и хотелось бы сегодня ну хотя бы окушка трофейного закрыть может быть опять полю закрыть трофейном чего нет ну какую-то другую там вот кряжевую там лудужную туда что другое но желание понятно у нас огромная а русская рыбалка на вот так вот не раздает не раздает трофей на правом а лево поэтому придется наверно еще несколько месяцев ловить чтобы какую-то трофейную здесь поймать так закрываем катушку ветер 27 метров в секунду но в принц нормальный небольшой ветерок для этой локации поэтому в принципе нас особо сносить на отлично не сильно сносить чуть-чуть сносит но не сильно обычно как мы делаем если ветер небольшой тот целые дневные но день вот ловим потом соответственно вечером когда клев перестает ну возвращаемся на точку на эту до возвращаемся на эту точку опять день отлавливаем опять нас опять сносит и вечером опять возвращаемся на эту точку вот так ловим если вот несколько на несколько дней вы приезжаете дня на 2 на 3 то периодически возвращаете лодку на локацию оп рыбка есть ультралайт ну опять окунь обидно опять окунь так поднимаем опали ладужная незачетненькая ну лень поле пришла радует вот давайте ее положим садочка потому что полю но валю будем брать неважно зачет на счет она все равно какие-то денежки будет приносить она все-таки дорогая рыба так тут у нас по-моему закрыта катушка да даже когда клюет незачетная поля я радуюсь ребят почему это говорит о том что скорее всего сама поля находится на локации а если она находится на локации значит сейчас и крупненькая подойдет но это не точно вы сами знаете это мое предположение вот я сейчас на вторую удочку клюнет то уже можно предполагать что это поле почему потому что на правую очку поле клюнула значит стайка поле сюда подошла но вы видите опять какая-то одна рыбка проходила мимо приманку увидела и покушала и покушала так закрываем давайте пробовать может она где-то вот тут стоит стальной ждет вот чтобы ее вытащили да в общем по факту у нас по моему сколько две поле по моим на две поле в садочке дать посмотрим садочки раз-два 1 зачет надо не зачет на остальные в общем рыбки пока у нас рыбалочка конечно такая не акти рыбалочка не акти пока но еще все впереди всего 27 минут как я уже сказал при условии что наверно минут 10 я рассказывал то что мы поймали рано начали ловить так получится ли у нас сегодня с перейти на 31 уровень ну пока это непонятно ребят пока это непонятно плюс еще почему-то ветер растет уже 39 метров в секунду это не очень хорошо это не очень хорошо 4 метра в секунду вот это очень плохо что есть рост ветра ветер это всегда закрыт катушка открыто закрыто хорошо ветер это всегда изменение локации ветер растет 42 метра в секунду об счете он так что это такое ну дайте посмотрю 31 написано откуда взял взял 4 до до 4 и 3 сейчас ну хорошо надеемся 44 метра в секунду надеемся все таки ветер как-то утихомириться потому что нам он точно не нужен потому что нас будет сносить локации пока пока нормально а любой снос локации это всегда возвращение локацию поднимать нужно будет снасти в общем это затрата времени а тут в этот момент может и поле подойти правильно мы в этот момент катались тут вот не очень хорошо так это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рыбка есть Так что это у нас Скорее всего окунь Скорее всего окунь Либо маленькое Пале Либо маленький Значит там кто там Ну давайте смотреть Кто-то маленький Незачетный Скорее всего Ну если окунь то зачетный Ага Кушочек зачетный Кидаем Рыбка есть Оп Но это Пале Ребятки Это Пале Это Пале Это хорошо Может быть Кстати Судачок Но скорее всего Это Пале Хорошее Зачетное Пале Ну там как Хорошее Килограммчик На полтора На два Может быть Видите Встала И стоит Обычно так ведет Либо судак Ну либо Лудужная Пале Может быть Это не забывает Что это ультралайт Поэтому нежная Да снасть Она естественно Воспринимает рыбку Маленькую Как большую Это не та снасть Левая Которая Ну Не почувствовал бы Поэтому Оп На размат Так Ну давай Давай Пусть рыбка чуть Устанет И мы начнем будем Ну чего Такое Не хочется фрикцион Подкручивать Потому что Каждый Риск С этим Фрикционом Да Рыбка интересная Интересная Но с точки зрения Ультралайт Понятно Как бы Килограммчика Не на два с половиной Была бы Если только Не Судак Судак Он может быть Полтора килограмма А так вот Как бы Вести себя Отвратно О Ведь Разматывает Ну интересно Интересная Интересная Рыбка Интересная Рыбка Ждем Вот она Чуть Успокаивается Да Но вот Мы ее Подматываем Не хочет Она Попадаться Видите Как Не хочет Она Попадаться Никак Ну давайте Идите Сюда Оп Да Как я Сказал Вы видите Хорошая Палия Давайте Сфоткаем Палия Обыкновенная По-моему Мы не делали Такое 52 52 Тысячи Опыта Вот Палию Обыкновенную Как поймать Вы видите Вот Она Красавица Ой Какая Хорошая Вот Мы Как раз И Сделали Да Ай Класс Садочек Ну ведь Я угадал Сразу Что Это Палия Либо Сюда Говорю Либо Палия Так Закрыли Катушечку Поехали Палия Подошла Сюда Сейчас Мы Сделаем Парас Пилкерим Оп Рыбка Есть Так Палия Подошла И И тут Кстати Может быть Палия Посмотрите Здесь Все-таки Мощная Снасть И Возможно Что Палия Как раз Подошла Она Подошла На Локацию И Значит Сейчас Нужно Как Можно Быстрее Пытаться Ее Поднимать Чтобы Набрать Максимальное Количество Опыта В Единицу Времени Так Кто Это Ну да Палия Ну как Видите Я сказал Прошла Такая Маленькая Красивая Пусть Но Все равно Зачетная Вот Такое Ощущение Что Палия Я Не знаю Напишите В комментах Если Кто Знает Вот Если Она Подходит То Подходит Уже Несколько Штучек И Они Вот Видите Как Обрабатывают Данную Локацию Сразу Клюют На Две На Три Удочки Сейчас И Могут Если Мы Успеем Сейчас То Мы И Прям Еще И Здесь Успеем Поймать То Бывает Так Что Прям Вот По Неск Раз Потом Опять Провал И Вот Сидишь Ждешь Нет Никакой Непали Ничего Нет От Слова Совсем Так Здесь У Нас Еще До Сек Пор Сильно Нас Отнесло Ну Чуть Чуть Отнесло Но Не Сильно Сколько У Нас Остается Опыта Ребят Посмотрим Не То Нажал Я Так 122 Тысячи Остается Ну Хорошо Шанс У Нас Все Так Есть Если Поймать Ну Четыре Хороших Пали То По Факту Можно Закрыть Этот Вопрос Всего Лишь Четыре Рыбки Под Два С Половина Килограмма Если Еще Кряжевая Подойдет Тут Две Рыбки Можно Поймать Так Что Вот Так Очень Удобно Здесь Вот Фармить Опыт Еще Раз Можно Отпустить Пару Рыбочек Давайте Правда Наверное Отпустим Шут С Деньгами Как Бы Деньги У Нас Есть Давайте Будем Отпускать Оп Рыбка Есть Опали Ребят Пали Небольшая Но Есть Сейчас Посмотрим Если Будут Отдавать Много За Отпускание Пали То Может Стоит И Отпустить Так Пали Обыкновенная Ну Ладно Давайте Мне Жалко Жалко Отпускать Не Могу Отпустить Пали Не Могу Пали Отпустить Никак Так Ну Что У Нас Тут Закрыто Катушка Открыто Закрыто Поехали Пали На Месте Вот Еще Раз Если Пали Приходит На Локацию Она Начинает Клевать На Все Удочки Но Вот Это Время Клево Оно Как Б Небольшое Может Быть Два Часа Но По Местному Времени Да И Все И Потом Она Пропадает Потом Опять Налетает И Это Может Быть Утром Рано Это Может Быть Днем Вы Видите Может Сейчас До Вечера Клевать Может До Вечера Клевать Ну Ночью Полностью Она Пропадает Но Иногда Может Там По Первой Ночи Попас То Есть Вот Как Бы Непонятно Само Сама Миграция Этой Рыбки Удивительная Просто Так Здесь У нас Все Пока Отматывается Насколько Мы Отошли От Локации Ну Не Сильно Можно Конечно Назад Чуть Сдать Так Закрываем Так Пока На данный Момент Ни Одной Кряжевой Нам Не Попалось И Вы Видите Садочек Если Брать У нас Значит Есть Паля Лудожная Одна И Палей Обыкновенных Вот Вот Четыре Штучки Ну Хорошо Хорошо Значит Кряжевой Нет Еще Поймаем Если Поймаем Большую Кряжевую Ну Может быть Назвать Как Поймать Кряжевую Хорошо Давайте Поставим Задачу Поймать Кряжевую Так Ловим Как только поймал Значит Трофейную Трофейную Ой Тут Мне Все Сообщения Пишут Где Ты На Какой Локации Находишься Значит На Что Ловишь Что Там Чего Ну Сразу Сообщение Тебе Заваливает Я Конечно Отвечаю На Это Сообщение Все Понятно Там Говорю На Что Ловить Какой Квадрат Значит Что Чего Там Как Все Понятно Ребятам Помочь Нужно Хотя Сам Редко Что Спрашиваю В основном Ну Бывает Подсматриваю Кто Что Пишет Редко По Моему Ни раз Жизнь Ничего Рыбка Есть Ультралайт Оп Оп Рыбка Хорошая Палия Опять Хорошая Рыбка Ребят Это Радует Опять Хорошенькая Палия По факту Я говорю Что Ультралайт За последние 2-3 дня Я кстати Поймал На Ультралайт Палию Трофейную Также Он Ставил Вот Здесь Правой Удочкой И Вот Здесь Поймал Трофейную Палию На Ультралайт Лесочка Здесь 10 Ну Остальное Все Вы Знаете В принципе Потом Если Надо В конце Покажу Обязательно Так Ну Что Там Встало Опять Где Такое Ощущение Что Какая Яма Она Куда Упирается То Л Лодку Упирается То Не могу Понять Так Все Что Подняли Ну Вот Видите Палия Лудужная Очень Хорошая 45000 Опыта Посмотреть Красавица Какая Ну Какая Красавица 45000 Опыта А Вы Говорите Мы Не Выполним Задание Ну Подождите Еще А 5 Часов Времени Уже Познаватенько В ночь В ночь Может Уже Так Открыто Закрыто В ночь Уже Может Не Клевать Так Посмотрим Статистика 61000 По факту Хорошая Кряжевая Кряжевая Пали И мы Выполняем Задание И уходим Соответственно На покой Выполняем Задание То есть Перейти На 31 Уровень Вы Естественно Если мы Сейчас Выполним Задание Поздравляйте Нас Пишите В комментах Вот А мы С вами Поедем Фармить На Поедем На Нижнюю Тунгуску Фармить Вот сюда Поедем На Нижнюю Тунгуску Ну Не знаю Так Рыбка Просто Разнообразная Спиннинг Кидаешь Ну С точки зрения Денег С точки зрения Значит Опыта Но это Несерьезно Это Так Разнообразие Поэтому Сейчас Конечно Тунгуски Ловлю Ну Это Так Еще раз Для Удовольствия Обязательно Сниму Там На Тунгуски Покажу Вам Форельку Покажу Много Чего Покажу Еще раз Таймешка Там Постоянно Атакует Вчера Поймал На полтора Килограмма Но это Такой Детский Таймешка Вот Ну Все равно Все равно Уже Как бы Серия Записана Посмотрите Но Есть Еще Новые Точки Нашел Там Точки Нашел Там Всякие Интересные Моментики Еще Сниму Серию Обязательно Покажу В общем Если Мы Зайдем Сейчас В ночь Что Не хотелось Бы То Естественно Ночь Обрежем И уже Утречком Пали Начнет Опять Клевать Но Это Не Точно И Уж 100% Мы Перейдем На 31 Уровень И Тогда Уже Будем Поздравлять Друг Друг Заканчивать Фильм Но Надежда Умирает Последней Может Быть Мы Успеем На В Вечерний Клев Поймать Пару Хороших Палей Особенно Кряжевых Вот Этих Они Очень Много Приносят Стоп По 70 Тысяч Могут Принести Ну И Тогда Че И Тогда Мы Успеваем До Захода Солнца Правильно До Захода Солнца Успеваем И Тогда Все Как Бы По Плану Фильм Как Говорится По Плану Но Это Не Точно Это Русская Рыбалка 4 Оп Рыбка Есть И На Ультралайт Но Не Знаю Ребят Не Знаю Так Ощущение Что Окунёк Так А че У нас Тут Тут Тихо Скорее Всего Окунёк Зачётный Но Несерьёзный А Палия Но Маленькая 4000 Ну Хорошо Все равно Палию Мы Любую Берём Но Радует Что Палия Стоит Ребят Палия Стоит А если Палия Стоит Ой Куда Я бросил Так А если Палия Стоит То Это Хорошо Кофейку Выпили Так Закрыто Открыто Пилкере Если Палия На локации То Есть Надежда Что Она Подойдёт Покрупнее Да Не обязательно Маленькая Так 12 Хвостиков Ну Так Себе Денёк Так Себе Ветер Большой 4 Уже Метра В секунду Возможно Следующий День Будет Поспокойнее И Возможно Принесёт Нам Побольше Соответственно Рыбок Но Это Не точно Но Это Не точно Да Волна Всё-таки Приличная Но Ещё Небольшая Уже Посмотрите Ветер Опять Поднимает 4 2 Метра В секунду Может Быть Поэтому У нас Как Бы И Клёв Не Очень Клёв Не Очень Так Ни Одной Кряжевой Нет Ни Одной Кряжевой Лудожных Ну Ка Сколько У нас Лудожных Лудожные А Ну Три Рыбки Одна Зачётная Две Незачётных Обыкновенные Все зачётные Ну Вот Кряжевой Ни Одной Пали А Она Вот Самая Самая Приносящая Как Быть Дары Для Рыбака Печалька Печалька Где Кряжевая Где Кряжевая Так Надо Всегда Плакать Как Говорится Как Только Ты Жалуешься То Русская Рыбалка Слышит Это И Соответственно Вот Дает Тебе Кряжевую Вроде Жалуюсь Да Что Такое Не Работает Сегодня Жалоба 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 Не Работает Ребят Не Работает Что Это Такое Что Это Такое Но Мы Продолжаем Пилкерить Продолжаем Пилкерить Что Тут Рыбалка Русская Рыбалка 4 Так Время Почти Рыбка Есть Посмотрим Что Тут Не Знаю Скорее Всего Либо Большой Окунь Либо Пали Но Маленькая Ну Давайте Посмотрим Оп Может Быть Что То И Хорошее Скорее Все Пали Ребят Скорее Все Пали Может Быть Кряжная Вот Это Как Она Нас Там Давайте Смотреть Нет Пали Да Но Всего Лишь Маленькая Но Зачетная 15 Еще Оп Хорошо Так Радует Опять Что Пали Все Так Стоит На Локации Небольшая Но Присутствует Небольшая Но Присутствует Все Ближе И Ближе Мы Становимся К 31 Уровню И Конечно Нам Было Интересно Чтоб Клевал На Ультралайт Он Все Приносит Побольше Опыта Чем Вот Эта Снасть Но На Ультралайт Почему То Сегодня Особо Не Клюет Так О Даже Мы До Конца Чего Не Опустили Ведь Ну Может Быть Нас Чуть Разворачивает И Соответственно Глубина Меняется Так Сколько У нас Осталось 41 41 Тысяча Ребят То есть По факту Одна Хорошая Пали Одна Хорошая Пали И мы С вами 31 Уровня Но Неужели Мы Не успеем Это Сделать До Заката Солнца От Рассвета До Заката Неужели Потребуется Обязательно Утро Следующего Дня Я Напомню Что Ночью Здесь Ну Как Рыбка Есть Ну Давайте Пали Да Нет Окунь Что Ты Будешь Делать Окунь Обрадовался Думал Ну Все Сейчас Хорошая Пали Кряжевая И Все И 31 Уровень Вы Хлопайте Поздравляете И Мы Плавно Едем Обратно Продаем Это Все Так Окунь Ну Что Это Делать Но Это Не Годится Это Не Годится Продолжаем Время Еще Есть Хотя Бы Часочек Световой Ну Не Знаю Может Быть Полтора Часика Световых Но Имеется Ввиду Естественно Время Игровое Естественно Время Игровое И Вроде Бы Есть Оно Так Ультралайт Ну Наверное Хотя Вы Видите Ветер Падает Вот Сейчас Может Быть Интересно Ветер Начинает Падать Уже 3-5 Метра В секунду И Может Быть Сейчас Погода Вот Наладится К Вечеру Но Возможно Это Уже Будет Поздновато Не Успеем Мы Все Так Захватить Кряжевую Так Касание Одна Есть И Нам Бы Хотелось Бы Ну Конечно Нас Отнесло Прилично Придется Возвращаться Сейчас Ну Сейчас Я Уже Не Буду Как Уже Стемнеет Тогда Буду Возвращаться Поэтому Может Быть И Пале Особ Не Клюет Ребят Отнесло Нас Уже Нормально Естественно Ночью Мы Вернемся Опрыбка Есть И Хар Ой 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 А что У нас Там Стоит Этот Что Че Так Она Почему Так У нас Сильно А Почему Так Сильно Ребят Скорее Все Это Судачок На Пале Не Похоже Если Пале То Большая А Почему Она Так Она С Красную Зону У нас Что Там У У У Нас Не Стоит Вроде Бо Там Этот Поводок Может Быть Я Поводок Там Оставил Так Так Дергает Сильно Это Как Не Судак Был Ребят Килограммчик На Половин На 3 Сейчас Посмотрим А Что У меня Там Есть Неужели У меня Там Есть Этот Поводок Чуть Непонятно Что Это За Рыбка Так Интерес Интерес Рыбка Все Новый Уровень Значит Поздравляйте Нас Это Палия Лудожная Обратите Внимание 31 уровень 58000 Опыта И мы С вами Перешли На Соответственно На Новый Уровень На Новый Уровень Так Фоткаем Фоткаем Так Сейчас Мы Сделаем Фоточку Как Перейти На 31 уровень Давайте Назовем Как Поймать Палию Лудожную Правильно Значит Фоточка Отлично Поздравляйте Садочкой Ну давайте Еще Пока Буквально Доловим Доловим Буквально Да И Поедем Продавать То есть Мы Все Таки Уложились Уложились Ребята Уложились В Игровой День Добились 31 уровня И По факту Уже Можем Двигаться Сейчас Давайте Вот здесь Еще Чуть Дофармим Так Закрыта У нас Катушка Открыта Закрыта Вот И Поедем Уже До Завершения 20 минут И мы Соответственно Поедем Уже Продавать Рыбку Да Давайте Закрываю Я катушечку Уже В принципе Оставаться На локации Смысла Нет Чтобы Успеть Все таки В час Пойдем Продавать Рыбку Так Что я сделал Вот Сматываем Уточку Да И будем Все таки Продавать Рыбку Посмотрим Сколько Это рыбка Стоит Я вчера Продал Вот эту Большую Рыбку Палию За 400 С чем То Монет Вообще За два Дня Наловил На Почти На Тысячу Монет Так Все Ребята Спасибо Этой Локации Да Мы Еще Раз Посмотреть Внимательно Уже 31 Уровня Значит Статистика Время Стекло Все Мы Перемещаемся Плавно Встретимся Уже Непосредственно На Локации В Лагере Итак Мы Вот Уже На Локации Около Кафе Давайте Зайдем В кафе Посмотрим Если что Для нас Вчера Я напомню Вот эту Палию Которую Вы видите На экране Которую Мы вчера Поймали Мы продали Вот здесь Где-то За 400 С копейками Монет Представляете Вот сегодня Она даже Не требуется Значит Ничего Мы такое Не поймали Вы видите Да У нас Сегодня Вот Нечего Продать Ни Хариуса Нет Ничего Значит Идем Продавать Непосредственно На Рыночек Идем Продавать На Рыночек Посмотрим Сколько У нас Что там Есть Так В общем Вот Вот Световой День При Вас Мы Поймали Значит Пали Лудожных 4 штучки Самая Большая Вы видите Стоит 44 монетки Дальше Обыкновенные Поймали Вы видите Значит 5 штучек Самая Большая 39 монеток Правильно Ни одной Кряжевой Вы не поймали Акушков Поймали 4 штучки Налимчика Поймали Леща Поймали В общем Давать Всю рыбу За сколько 185 монет Ну Ну Так себе Ну Так себе Но главное Продаем Это все Главное Мы с вами Получили 31 уровень И у нас Открывается Новая Локация Это Река Яма А нет Она с 32 Ничего у нас Не открывается В общем Все это Наврал Значит У нас С вами Ничего Не открывается У нас Появляются Только Получается Очки Опыта Сейчас Дают Очки Опыта Уже Три Штуки У нас Много Чего Не закрыто Наверное Что-то Хотя Не знаю Джигинг Не закрыт Приповодки Колебалкой В общем Буду думать Куда Что Добавлять Вот Но По факту Еще Все Впереди Подумаю Что Чего Добавить В общем Я поехал На Тунгуску Ловить На Тунгуске Вы Большие Молодцы И да Пребудет С вами Сила Русской Рыбалки 4 Редактор субтитров